На крыше дома по адресу Ленина 163 рабочие наносят последние штрихи, укрепляют дождевые отливы и проводят косметические работы. Специальная комиссия, в состав которой входят специалисты администрации, управляющие компании, представители фонда капитального ремонта, собственники жилья и сотрудники технадзора проверяют результат большой работы. Сегодня будем еще принимать 5 кровель. Это Терская 190, Лермонтова 82, Новороссийская 237, Шевченко 251. Вот на данных кровлях также мы будем обследовать все. Претензии, которые у нас возникают, предъявлять подрядчику, если такие имеются. А вот крыша дома на Ленина 141 уже полностью готова. Контрольный осмотр объекта это подтверждает. Но надолго ли хватит капитального ремонта, если на кровле уже есть повреждения, причем сделанные самими жильцами? Проблема была протечки кровли из-за того, что жильцы самостоятельно устанавливали антенну в любом месте, где каждому закатилось быть. Но сегодня хотелось бы сказать, чтобы жильцы, просто посмотрев на ту работу, которая сегодня выполнена, оплатив свои же деньги, просто эту крышу опять не довели до такого состояния, что она опять текла. Предложение одно. Надо ставить коллективную антенну, которая как бы с разводящими сетями была разведена в каждый подъезд и в квартиру. Сделала просто одна антенна с программами, которые удовлетворяли каждого жителя. И смотрели. И крыша ни у кого бы не текла, и никаких проблем после этого не было. На 2017 год было заключено 19 контрактов по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов. 11 объектов уже сданы в эксплуатацию. 4 объекта на завершающей стадии. Еще 4 крыши восстановят весной, так как зимой кровельные работы проводить нельзя. Уже намечен план работ на будущий год. У нас уже сформирован предварительный список многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту. Это у нас порядка 23-23 МКД. Там вид работ будет у нас из ремонт кровли, ремонт лифта, капитальный ремонт фасада и инженерные системы. Руслан Душевский. Анапа. Регион.